Всем привет! Наша задача на этом выпуске это добавить к приложению, которое уже готово, чат. Для этого мы будем использовать фреймворк Socket.io. И первая цель это прикрутить Socket.io к экспрессу. Для этого How to use. Посмотрим, что нужно сделать. Поставить. Будем следовать этой инструкции. npm install. И пока оно ставит, посмотрим, что нужно, чтобы заставить его работать. Вот. Нам нужны эти инструкции, у нас же экспресс 3. Но на самом деле к экспрессу тут Socket.io особого отношения не имеет. Для того, чтобы прикрутить, нужен http-сервер. Вот видите, require-htp-create-server. И дальше, через require-socket.io.listen, на сервер ставятся дополнительные обработчики, которые отслеживают веб-сокеты и некоторые специальные урлы. Сейчас я скопирую эту строку и подключу таким образом Socket.io к текущему экспресс-приложению. Вот так вот. Сервер это http-сервер. Нужно будет вот так вот переменную записать. Вот. Всё. Теперь Socket.io подключен. И для того, чтобы обрабатывать приходящее соединение, необходимо поставить обработчики на объект Socket.io, который здесь у нас есть. Как? Да вот так же. Как здесь описано. I.O. Sockets.onConnection. Теперь, при каждом соединении у нас будет срабатывать вот такая вот функция. Socket это объект, который связан с данным конкретным клиентом. И он может передавать ему сообщения, методом emit. Эмит генерирует события news вот с такими данными. И, конечно же, мы можем получать сообщение от клиента. Socket.io название события, функция, которая обрабатывает пришедшие данные. Эмит генерирует события, он слушает. Абсолютно те же методы есть и на клиенте. Давайте внимательнее посмотрим клиентский код из этого же примера. Вначале мы подключаем скрипт клиентский. И затем создаем соединение. Сейчас мы это все скопируем прямо в chat.js. Вот сюда. Для наглядности я разбил область просмотра на две части. Здесь клиентская часть открывает соединение. Вот это адрес сервера. Он может быть вообще говоря любым, но я его уберу. Это означает текущий сервер. И дальше абсолютно те же методы on emit, которые вот здесь в app.js. Они имеют совершенно тот же смысл. То есть что будет происходить вот здесь. Если сейчас это запущу. Будет соединение. Как только оно будет установлено, сработает эта функция на сервере. Она сгенерирует вот это событие, которое передастся вот сюда. Так как стоит обработчик на news, то он сработает. И data это как раз будет тот объект, который передан. Соответственно клиент получит данные из сервера, обработает их, выведет. И со своей стороны сгенерирует ответное событие emit my other event. Это тоже нормальное имя событие, несмотря на то, что несколько слов. Соответственно здесь уже клиент генерирует событие, передает вот такие данные. Это событие приходит на сервер. Сервер таким образом на него реагирует и пишет, что прислал клиент. То есть получается, что клиент и сервер обменялись событиями. Давайте сейчас запущу и переходим в чат. Здесь я уже зашел на сервер. Поэтому вот так вот. И посмотрим, что у нас в консоли. В консоли object. Это то, что пришло с сервера. Как раз событие news. А сервер со своей стороны вот. За console.logal событие, которое пришло от клиента. Тут еще достаточно много всякого вывода от Socket.io. В принципе можно его отключить, то есть можно устанавливать гибкий уровень логирования. Об этом несколько позже. Здесь пока обратим внимание еще на такую деталь. Heartbeat. Даже если мы сами не шлем никакие данные, то Socket.io регулярно отправляет пакета, чтобы проверить, что соединение между клиентом и сервером живо. Это можно увидеть во вкладке Network. Если здесь открыть WebSocket, можно на него кликать и таким образом информация будет обновляться. Тут вот каждые 30 секунд приходят новые Heartbeat. Вот сейчас новые появятся. Вот видите. Здесь если открыть с самого начала, это видите беленьким помечены пакеты данных от сервера, а зелененьким от клиента. То есть получается, что при установлении соединения вначале сервер прислал вот это, потом сервер прислал вот это, клиент ответил вот так, и дальше они обмениваются Heartbeat.io. Сервер такую мини строку присылает, клиент отвечает, сервер еще одну присылает, клиент отвечает. Таким образом и клиент и сервер видят, что соединение нормально функционирует. Теперь пойдем дальше. Вместо этого искусственного примера сделаем более реальный. Я вставлю заранее заготовленный фрагмент кода. Вот. Здесь человек может в форме что-то ввести. И тогда по событию Submit отправится сообщение об этом на сервер. Socket.EmitMessage. Текст из инпута. То есть, с одной стороны, все что человек вводит сюда, он может отослать на сервер. С другой стороны, Socket.OnMessage принимает события и показывает сообщение, используя вот этот вот OL. Вот. Теперь серверный код. App.js. Вместо этого кода вставим реакцию на события. Если человек присылает событие месседж, тогда нужно что сделать? Ну, например, можно отослать ему этот месседж обратно. Socket.EmitMessage и тот же текст. Вот так вот. То есть, получается, эхо-сервер. Человек будет что-то писать, и то же самое будет ему отвечаться. Давайте запустим и проверяем. Тест. 1, 2, 3, 4. В общем, работает. Что ж, давайте немножко улучшим наш этот пример. Все-таки сделаем для начала такой элементарный чат, а уже потом пойдем дальше, добавим авторизацию и так далее. Здесь, вместо того, чтобы возвращать то же сообщение юзеру, будем возвращать его всем посетителям, которые подписаны. Socket.Broadcast.EmitMessage. И текст. Вот. Такой вызов отправит сообщение всем соединениям, кроме данного. Можно бы отправить сообщение и этому сокету, но в данном случае в этом нет смысла. У него это сообщение и так есть, он же его отсылал. Теперь посмотрим внимательнее на клиентский код. Если оставить его как есть, то при отсылке сообщения с Socket.EmitMessage. Его получат все другие подключившиеся юзеры, кроме данного. То есть, получается, что у него был input с сообщением, input очистился, сообщение отправлено, но сам он ничего не увидит, никакого результата. Чтобы он получил результат, можно что сделать? Ну, самый простой способ, это когда сообщение отсылается, вот здесь же добавить добавление его в UL. То есть, человек что-то отсылает, и мы сразу же пишем, что вот сюда вот он это отослал. С одной стороны, это самое быстрое, с точки зрения интерактива. Человек нажал Enter, и он сразу видит, что у него новое сообщение появляется. С другой стороны, это не очень надежно, потому что мы бы хотели, чтобы человек видел сообщение в чате, только если оно действительно в чате. То есть, мы будем добавлять сообщение в UL не сразу же, когда мы вызываем emit, а когда мы уверены, что сообщение получил сервер. Как это проверить? Для этого в вызову emit предусмотрен третий необязательный аргумент функция. Эта функция может принимать какие-то данные от сервера и что-то с ними делать. В нашем случае мы не будем ничего делать с этими данными, нам главное сам факт вызова этой функции. Когда функция вызывается, то добавим сообщение в UL. На сервере же, вот здесь в onMessage, появляется тоже второй аргумент. Когда onMessage получает что-то с клиента, то оно, когда обработает, должно вызвать коллбэк. Именно в этот коллбэк оно может передать данные, которые потом появятся вот здесь вот. То есть, еще раз, emit отправляет сообщение на сервер. Сервер вызывает функцию коллбэк в on. То, что вернул коллбэк, будет передано сюда. Давайте проверим, запускаю, проверяю и увожу что-нибудь. Видите, это то, что как раз коллбэк возвращает. Теперь, если я запущу еще один браузер, то два посетителя будут чатиться между собой. Итак, у нас получился чат, который пока не поддержит авторизацию, но вполне нормально позволяет обмениваться данным между всеми подключенными клиентами.